Всем доброе-доброе утро! Привет! Провожают меня на работу все и Маруся здесь, но Маруся боится подходить. Кс-кс-кс, Маруся, иди сюда. Ага, сейчас скажу. Сегодня у нас какая прекрасная погода с самого утра. Да, уже выше 20. Хотя время начало... Ой, почти 10, без 15. Ну, ветер. Ну, а если ветра не будет, вообще будет пекло стоять. Пекло будет, но оно и так будет. Эту неделю до 29. Ты сказала, эту неделю дожди. А вот так, дождь, солнце, дождь, солнце. А, ну это хорошо, грибы будут. Да, да. Написали високосный год, грибы не едят. Да? Да. А везде продают по тысячу тенге? Ну, продают, собирают, а в комментариях пишут, високосный год, грибы есть нельзя. Ой, тогда не буду покупать, это я хотела на супчик купить. Нет, купи. Мы поэкспериментируем. Ага. Манфиса у нас на улице ночует уже который день. Ее выжили из дома бедную. Она никак, ей житья нет дома. Ну, одна симка, что ли, ее выжила? Вот одна симка получается. Симка тоже не ночевала, я ее вечером выгоняла. Вот и пускай. На улице тепло, почему нет? Места полно везде. Да, там в дровняках. Во всех пристройках везде есть подстилочки, где переночевать. Вот он, жених идет, смотри, как не боится. Тетя Тамарин кот. Зайчик. Зайчик весь в зеленке, ты бы дала спреем, а я забываю всегда. У него я вчера смотрела, издалека даже видно, вот здесь все порвано. Вот здесь прям мясо, где зеленка вон. Зеленка тоже хорошо помогает. Замысли не забуду, но ее не видно же, Тетя Тамару. А, Тетя Тамару не видно? Да. Вот я эти два дня точно ее не вижу опять. Сейчас вот Вика растащила же эту вот тряпку с забора. Они повесили какой-то, ну, посушить, наверное, ну, такую бэушную, наверное, огородную тряпку. На наш забор возле вигры. Да, прям возле вигры. Она вчера уже порывалась. Я взяла, перекинула туда, чтобы она ее не трогала. Они опять повесили. Она, видать, за ночь ее стащила, на ней кувыркалась вся грязная, порвала зубами всю ее. Ну, пусть не обессудят. Сейчас, если увижу, скажу. Там же было подальше расстояние. Почему они тут повесили? Вон, Анфиске тоже рана какая. Рана, да, и вот. Вот. Вот у нее что-то схожее. Я уже возила ветеринарку ее в самый первый год, три года назад. Прописали нам в Акдерн. В прошлом году я весной сделала, год держалась. В этом году сделала. Нифига не помогает. Через два месяца опять. Через два месяца опять, да. Скажи, дайте кушать. Хватит вам меня снимать. Дайте жрать, да? Дайте мне жрать. Ну, все, мы поехали, а вы давайте идите завтракать. С Богом дайте. Зато на улицах у нас, как всегда, грязь, грязище. Приехали. Сейчас у нас так базарчик здесь оживился. Все время прям допоздна что-то продают там. Я вот вчера там цветы купила многолетние. Потом покажу на выходном. Здесь смотрю, что у кошечек творится. Пусто. Надо бы захватить. Завтра им, наверное, что-нибудь тоже положить. Ух, какая красивая редиска там продается. Мы сейчас, наверное, пойдем. Я хочу мясо купить, чтобы Дакен сразу забрал. Здесь тоже очень хороший мясной отдел. Всегда сбой есть, что для нас немаловажно, что для животных, что для нас. Так что сейчас пойдем посмотрим. Пришли, а мясной еще закрытый почему-то. Это время уже 10. Девочки говорят, сегодня суббота. Откроются, но должны открыться. Зарплата, пенсия. А у них отдел закрытый. А я вам принесла вчера капусту. Сейчас покажу. Вернее, Дакен меня привез. Сейчас татья Тамара должна прийти ее забрать, знакомая. О, видите? Наша переросшая. Но наша принялась и в нее примется. Она говорит, у меня место осталось. Я говорю, у меня есть капуста. Заберите и посадите. Она говорит, хорошо. Ну вот, сегодня должна прийти забрать. Не, ну вы представляете, мясной так и не открылся. Я не знаю, в чем дело. Что ли, сегодня решили сделать себе выходной? Нет, только я посмотрела и смотрю, вон они пришли, начали выкладку мяса делать. Так что сейчас посмотрим, если мясо будет красивое, значит купим. Дакен в машине пошел курить, ждет. Мясо купила, отправила, в шорте вам показала, что купила. Сегодня день какой-то вообще слабенький, народу вообще мало. Хотела уйти пораньше, потом думаю, нет. Досижу, как положено, до конца. Хотела просто сегодня еще в светофор проехать. Не знаю, до скольки он работает. Но если что, ладно. Если что, завтра съездю в светофор. Ко мне просто придет сейчас знакомая. Мы посидим с ней немножко, пообщаемся. Давно не виделись. Место встречи теперь удобное, можно встречаться. Поэтому домой пораньше не поеду. Поеду, как обычно. Вот. Такие дела у меня сегодня. Да. Девочки. У нас все, у вас подвините кофе. Нет, нет. Девочки, мы встретились наконец-то. Вот такое вместо шампанского у нас будет сегодня угощение. Открытие, да. Мы не виделись, ну, года 4-5. 4, наверное. Ну, мы рядом живем, но да, не виделись уже очень давно. Только телефонные разговоры. Пришла, поздравить. Так что, спасибо, Динара, большое. Давай еще раз. Будем болтать и наслаждаться мороженым. Только что пришел комментарий. Светлана меня просит показать качество и цену вот этого полотенчика. Смотрите, цена у него 750. Ай, на полотенчик. Вот такой размерчик небольшой. Ну, качество хорошее. Вот здесь вот как бы махрушка, а здесь как бы хлопок, что ли. Наволочек, к сожалению, пока нету. Пока в Харгос не поеду, наволочек не будет. А полотенчики есть. Так, вот и отработали мы. Проболтали с Динарой. И пролетел денечек. Сейчас поедем, отвезем капусту в Тихоновку. Сейчас я адрес посмотрю, он у меня в телефоне записан. А потом, а потом в Николаевске, наверное, заедем. Душно как на улице прям. Жарко. Потище. Дороги здесь не хуже, чем у нас на улице. Одни кочки, одни ямы. Все гудит. Какие-то мопеды. Приехали в Николаевский магазинчик. Со своего магазина в другой едем, да? Мне нравится этот магазин. Здесь народу нету. Так тихо, спокойно всегда. Сейчас я вам дома покажу, что купили в Николаевском. Рис там купили по акции. Короче, покажу сейчас дома. Вот они. Вот они. Дакен открыл, будет машину загонять. Еврик уже на готове, да? Еврик уже на готове. Что вы думаете? Убежали все-таки они у меня. Мэгги! Под колесо. Убежала, убежала. Давай, заходите. Еврик, не ходи туда. Давай, пошли домой. Пошли домой. Домой, я сказала. Что тебе сейчас? Ну-ка, домой. Будет там. Привет, привет. Давай. Пришли мои посылочки. Дакен их выкинул так небрежно сюда. И здесь они меня дожидаются. Сейчас перекушу, переоденусь. Будем делать распаковку. Покажу вам, что купила. Вот такой вот рис. По акции у них там 530, кажется. Кажется, семье. Сырный продукт. Вот такое вот сало для мамы. Ну, может, и я тоже попробую. Что-то оно аппетитненько прям так выглядит. Хлеб с изюмом. И я взяла. Одной рукой неудобно. Взяла вот такой вот лаваш. Хочу сделать сыром в этой вафельнице своей. Один взяла такой, один взяла зелененький. Никогда не брала. Первый раз смотрю все. Все в интернете крутят, мутят там. Что-то накладывают, запекают. Ну, и я решила тоже попробовать. Все, пойду переодеваться. Хочу кушать. Что у нас тут? Что у нас тут? Борщец. Спагетти. И вот такое вот мяско. Так что слюньки у меня побежали. Бегу переодеваться. Киску я вчера как сюда привесила. Просто так она и висит. Надо будет на двухсторонний скотч куда-нибудь на стенку прикрепить. Мою красавицу. Красавицу мою такую. Чего такое? Снимаешь, что ли, меня? Снимаю. Ну, я сегодня уже здоровалась. А, да, утром точно. Все только добрый вечер. Добрый вечер. Ты диспетчер. Да, диспетчер. Вчера мама попросила сало вареное ей купить. Я купила не то. Ну, вернее, я сказала то, а мне дали не то копченое. Вот сегодня пришлось поехать к Николаевске и сказать, что не то. Она говорит, ну, привези назад. Я говорю, да нет уже? Что назад туда-сюда возить? Через мету даже пахнет чесночком. Ну, спасибо за сало. Давайте будем ужинать. Будем ужинать, ага. А вот эти я хочу вафельницу с сыром сделать. Смотрю, все берут и я попробую. Ой, ребята, у меня, кажется, шаролупия никакой это не борщ. Это подлива была, оказывается. Отдельно спагетти, отдельно ребра, отдельно подлива. А вчера же ты борщ варила? Или позавчера? Ну, был борщ на днях. Я думала, это борщ-то разогрела. Мы его доелись до кем-бурща. Мне только поменьше. Всем приятного аппетита, кто будет ужинать вместе с нами. Горчичка у нас такая вкусненькая. Ох, работы сегодня будет поболе моей модели. Сейчас будем все вскрывать, да хотя... Хотя, что поболее, сейчас разберемся. Девочки, мы начали уже распаковочку, примерочку. Пришли платьишки, новый фасончик, тоже великан. Карманов нет. Нет карманов. Цена 6 тысяч, их два разных, две разных расцветки. Покажи, насколько оно тебе большое. Ну, вот здесь вот сколько еще вместится. Не знаю, у них размер, они не пишут великан и все. Вот такое вот, в общем. Ну, сейчас же мода свободна. Ну, да. Ну, не настолько уж, чтобы притык. Ну, 58, мне кажется, 60 пойдет. Наверное, мерить надо. Да, мерить надо. А так, расцветочка и штапель это тоже, да? Штапель, Женя, ошибаюсь. Хорошенький материал. И сейчас еще в одной расцветке есть такое платьишко. Цена 6 тысяч. И вот такая вот расцветочка. Тоже тот же самый размер. Ну, он как размер? Там ничего не пишут, что размер. Она вот мне сказала, что это великаны и все. Тоже приятный такой, светильенький. Та же самая ткань, да, и расцветочка прям такая симпатичненькая. Прям симпатичные. Тоже без кармашков, без ничего, да? Угу. Повернись задом еще покажи. Поворачиваю. Угу. Ну, просто рост, наверное, повыше здесь должен быть, я думаю. Или кто-то, может, любит в полную. Мне кажется, повыше, да. Рост должен быть повыше. Девочки, этот раз пришли вот такие вот штапельные платьишки. Каждый раз приходят, и каждый раз разный фасон. Эти уже намного меньше, чем которые вот у меня предыдущие были. Эти уже пойдут, мне кажется, только на 52, да? Угу. Они уже 54 не пойдут. Еще же они немножко подсядут. Разные расцветки есть. Сейчас покажем, какие. Цена 5500. Вот это мой самый любимый цвет, электрик. Очень мне нравится. То же самое. Они тоже все идут одного размера. Модель, модель, гляньте. Сегодня я не болею, как мне написали. Вот мы нашли средства от болезни. Светлана Титна еле кушала, а как пришла, сразу запорхала. Да я вроде и кушала веселая была. Ну, не без того устаешь. Ну, это же приятная миссия. Новье мерить. Вот тоже приятный цвет. Я вообще сине-зеленые оттенки очень люблю. Это как васильковый, что ли, или какой. Нет, не васильковый. Нет, это просто вот как туничка. Ага, с разрезами по бокам. Совсем другой фасон. Те, которые были предыдущие, они такие были. Как для бояр. Такие в пол. А это как немножко уже, как туничка, да. Вот такое вот оно, лёгенькое прям. Мне кажется, у них так хорошо летом. Не кажется, а так и есть. Помнишь, как мы в самую жару купили те? Аж дышать было легче. Оно что-то вот между холодком и штапелем такое вот прям. Нет, он по накладной идёт штапель прям. Так, ещё две рассветки. Сейчас померяем, покажем. Вот такое свекольное. Или какое оно? Мне кажется, как свекольное. Свекольное. Зелёдка под шубой, когда майонезом пропитается. Такой цвет. Кому-то идёт. Красиво. Да, кто-то любит красное в красных оттенках, да. Дорого-богато. Это Мурка-Мурка идёт тебя тоже позировать. Дама с кошечкой. В красном цвете. Я говорю Испания. Корида. Гранат, цвет граната. Очень красивая. Помнишь, раньше фильм был в цвет гранаты? Граната или как-то так. Да, цвет граната. Смус гранат. Кус. Тоже симпатичный красненький цвет. Вот такие вот платьишки, девочки. Штапель, ещё раз повторяю, 5500. Девчонки, пришла упаковка опять вот этих вот платьишек, которые были оливковый цвет и красный. Сейчас мама померит. 60-й размер. Он немножко маломерит и немножко садится. Вот самый большой в этой линейке это 60-й. Сейчас мама его будет мерить. Вот оно, вот оно. Вот 60-й, девочки. Мама в прошлый раз себе оставляла 58-й, да? Да, да. Немножко оно подсело. Ну, как раз оно ей, но немножко длина подскочила. Так что имейте в виду, если кто будет покупать, что оно немножко подсаживается. Ну, то не настолько длинное было. Ну, потому что 58-й или 56-й? Да, 58-й. Мне кажется, оно и было немножко, но, ну, не знаю, сантиметр, может, на 5-6 подскочила. Ну, а зачем тебе длинное? Ты наоборот, всегда говоришь, длинное. Нет, я просто говорю, что немножко подсело. Ну, я не знаю, вот это вот, вот столько тут ещё. Ну, это 60-й. Они маломерят, сразу говорю. Их тоже надо мерить. Это уже 58-й, даже, может, 56-й, вот так. Почему-то они вот именно эти маломерят. Цена 5 тысяч этого платья. Кармашки такие хорошенькие прям. Ты ещё не одевала дом или носила? Нет. И повторно я заказала вот такие платья. Тоже они называются Великан, потому что у меня сейчас в наличии осталось только один цвет. По-моему, красный вот такой. Остальные все разобрали. Сейчас мама померит вот это платье для тех, кто не видел какой-то фасончик. Цена 5500. Вот это вот прям любимец публики это платье. Их прям берут и спрашивают, и спрашивают, что худенькие берут. Между прочим, не все полные его у меня взяли. Худые тоже брали. Говорит, дома в жару сам а то красота. Вот это вот Великан, оно в груди 80. Я мерила. Прошлый раз меня просила подписчица померить. И я измеряла линейкой 80. Или даже 82. В общем, оно подойдёт что на полненьких, что на худеньких. Тут вот кокеточка. Пасончик такой. Кармашки тоже. Летящей походкой. Так и хочется спеть. Летящей походкой ты вышла из мая. Вот их 4 цвета. Красная, зелёная, жёлтая и светло-зелёная. Цена 5500, как я уже сказала. Вот такие костюмчики пришли. Тоже Милана, но они идут чуть дороже предыдущих моделей. Эти костюмчики, вот эта именно модель, будет по 8000. Вот мама одела это 54 размер. Что-то говорит, как будто мало мерит. Он как бы прям облегает. Может, такой фасон? Лошадь. В общем, надо мерить. Самый большой в этой линейке это 60-й. Девочки, и повторила я вот эту линейку этих костюмчиков. Цена 7000. Размеры начинаются с 56-го по 68-й. Их очень хорошо разобрали. Ещё люди просили. И я решила её повторить. Тоже Милана. Качество отличное. Мне кажется, и фасон очень удачный. Вот тот, мне кажется, ты маленький померила. Надо было больше. Это, считай, у тебя здесь 60-й. 58-й, наверное. А тот ты мерила 54-й. Значит, не твой размер просто тот, наверное. Вот этот вот лучше смотрится. Ну, тебе и в прошлый раз все писали, что смотрится хорошо. Так что вот. Сейчас переходим плавно на футболочки. Вот такие вот футболочки. Полосочка. Их 7 видов. Размерчик, конечно, немножко немамин, но больше не на ком мерить. Просто покажу вам, чтобы вы видели длину и саму модельку, как она выглядит. Цена 3000 такой футболочки. Вот, смотрите. 7 разных расцветок. Размер у них, мне кажется, 50. Не пишут они. Видите, вот как у них идёт. Говорят, размер стандарт. Размер стандарт. 48-50, я думаю, это размер. Приходите, будем мерить. Так, девочки, это вот тоже как, как они пишут, великан. Ну, наверное, 58-60 размер, да, примерно? Да. Тоже надо мерить. Рукав, видите, три четверти должен быть. А он у мамы до запястья. Так у меня руки-ноги коротенькие, сама я как гусеничка. Только эти, складочки. цена 5 тысяч такой футболки. Надо мерить. Это большие меры. В двух цветах. Сейчас второй цвет покажем. И вот такая вот расцветочка. Очень даже симпатична. Что все хотят однотонные. Мне нравится с рисуночком. А что, под чёрные штаны рисунок очень даже сочетается. Вот их две блузочки, таких кофточки. Хорошенькая. Как сказать. Вот мне нравится, что она вот так вот. Не как штапель. Она немножко тянется, как резиночка. Цена 5 тысяч, девочки. Вот такое ещё платье. Я пропустила или мне в футболках положили платье, не могу понять. Буду разбираться сейчас. Вот такое платье. Цена тоже 5500. Мне кажется, оно померче, чем те. Да? Ну, мерить надо. Вообще вот тут было. Это немножко поменьше. Симпатичный тоже цвет. Я очень люблю вот этот цвет. Девочки, вот такая симпатюля с бабочками тоже. Ну, как красиво. Почему говорят? Не надо, чтобы какие-то рисунки были. Ну, как? Или в чисто голубой футболке выйти. Или вот такой красивой. Блестючей всякой. Смотрите, какие шикарные бабочки. Цена 5000 такой футболки. Вот в таком цвете тоже симпатичная, я бы сказала. Ну, размер это тоже, наверное, 60-62. Они тоже пишут стандарт, но я думаю, что это 60-62, потому что великоват они тебе. Вот такая вот моделька, она немножко отличается от тех. С пёрьями такая красивая. С пёрьями и полукруглыми. И вот здесь, а внизу она идёт полукруглыми. С разрезами. Тоже размер 60-62. Ну, надо мерить, девочки. Сейчас белые в основном все спрашивают футболки. Вот эта вот симпатичная мне нравится. Когда что-то чуть-чуть... Там, видишь, она как майка сделана прямо, а эта с этими уже... Уже идёт размерчик поменьше. Газета с кошкой. Тут, видите, какая кошка. Ну, обычная, как те газетки. Были одна блестящая кошка и внизу просто кошечка. Цена тоже 5000 у этих футболочек. Вот такая вот газетка в чёрном цвете. Размерчики уже эту чуть поменьше, чем... чем надо бы. Ну, 50-52, наверное, да? Ну, 48 тоже можно, тоже надо мерить. Тут зависит от объёма. Да, да. И в белом цвете. От бёдер. Да. И вот такие вот батники тоже их. Раз, два, три, четыре цвета пришло. Небесный, мята, чёрный и персиковый. Сейчас ещё один какой-нибудь померяем. Цена 5000. Тоже ничего. Персиковый цвет. Девочки, вот в чёрном цвете и мята мерили в прошлый раз. Вы их уже видели. Цена у них у всех 5000 тенге. Вот такой вот товар сегодня у меня пришёл. Сейчас буду всё собирать, упаковывать. Кто что заказывал, девочки, завтра с утра пишите мне на WhatsApp. Приходите, забирайте. Кому надо, отправлю. Кому что обещала? 5000. Так что, завтра всех жду. Ну, а на сегодня всё. Всем пока-пока. Пишите мне комментарии, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!